здравствуйте уважаемые студенты дисциплина история физики и тема сегодня у нас электростатика и магнитостатика по плану мы рассмотрим три вопроса теории электричества 17 18 века первые электрические приборы практическое применение электричества второй вопрос развитие электродинамики гальванический элемент и электрический ток третий магнитное действие электрического тока ампер эр стет открытие электромагнитной индукции и так одним из первых чего внимание привлекло электричество был греческий философ фалес милецкий который 17 веке до нашей эры обнаружил что потертый о шерсть янтарь то есть он переводится как электрон приобретает свойство притягивать легкие предметы однако долгое время знания об электричестве не шло дальше этого представления в 1600 году ульям гильбер ввел в обращение сам термин электричество то есть янтарность в 1663 году магдебургский бургомистер отто фон геррики создал электростатическую машину в виде насаженного на металлический стержень серного шара которая позволила наблюдать не только эффект притягивания но и эффект отталкивания в 1729 году англичанин стивен грей провел опыта по передаче электричества на расстоянии обнаружив что не все материалы одинаково передает электричество в 1733 году француз шарль дюфе установил существование двух типов электричества стеклянного и смолянного которые выявлялись при трень стекла о шелк и смолы о шерсть в 1745 году голландец питер ван мушенбург создает первый электрический конденсатор лейдинскую банку примерно в эти же годы работу по изучению атмосферного электричества вели и русские ученые как рихман и ломоносов первую теорию электричества создает американец бенджамин франклин который рассматривает электричество как нематериальную жидкость флюид опыт и наблюдения с электричеством 1747 году он выпустил он также вот понятие положительного и отрицательного заряда изобретает молнии отвод этот мой вопрос рассматривали на уроке на уроке охрана труда и с его помощью доказывает электрическую природу молнии изучение электричества переходит в категорию точной науки после открытия в 1785 году закон колона майкл фарадей основоположник учения об электромагнитном поле далее в 1991 году итальянец гальвании публикует трактат о силах электричества при мышечном движении в котором описывает наличие электрического тока в мышцах животных так другой итальянец вольта в 1800 году изобретает первый источник постоянного тока гальванический элемент представляющий собой стол из цинковых и серебряных кружков разделенных смоченной под соленой воде бумагой в 1802 году василий петров обнаружил вольтову дугу с этого открытия русского ученого началась история электрической лампочки и лампы накаливания в дальнейшем основной вклад создания электрической лампочки внесли русские инженеры как павел николаевич яблочков и александр николаевич ладыгин ладыгин после долгих экспериментов создал товарищество электрического освещения ладыгин и компания и в 1873 году продемонстрировал лампы накаливания своей системы академия наук присвоила ладыгину ломоносовскую премию за то что его изобретение приводит к полезным важным и новым практическим применением тогда же собственную конструкцию лампы параллельно разрабатывал павел яблочков в 1876 году он получил патент на лампочку своей системы который получил название свеча яблочкова после грандиозного успеха свечи яблочкова на заинтересовались в россии ладыгин наоборот не удалось наладить в россии широко производство их ламп он уехал в америку и там узнал что изобретенная им лампочка носит им имя Эдисона но русский инженер не стал доказывать свой приоритет а продолжал работу над усовершенствованием своего изобретения в 1820 году датский физик эрстет на опыте обнаружил электромагнитные воздействия замыкая и размыкая цепь стока он увидел колебания стрелки компаса расположена вблизи проводника французский физик ампер в 1821 году установил что связь электричества и магнетизма наблюдается только в случае электрического тока и отсутствует в случае статического электричества работа джоуля ленца ома расширяет понимание электричества гаусс формулирует основную теорему теории электростатического поля которая была открыта в 1830 году опираясь на исследование эрстета и ампера парадей открывает явление электромагнитной индукции в 1831 году и создает на его основе первый в мире генератор электроэнергии вбегая в катушку на магнично-сердечник и фиксируя возникновение тока в витках катушки помните в этот эксперимент парадей открывает электромагнитную индукцию в 1831 году в 1000 и закон электролиза в 1834 году вводит понятие электрического и магнитного полей анализ явления электролиза привел парадей к мысли, что носителем электрических сил являются не какие-либо электрические жидкости, а атомы частицы материи атомы материи каким-то образом одарены электрическими силами утверждает он парадейские исследования электролиза сыграли принципиальную роль в становлении электронной теории парадей создал и первый в мире электродвигатель проволочка с током вращающийся вокруг магнита венцом исследований электромагнетизма не бил с разработкой британским шотландским физиком Максвеллом теории электромагнитных явлений он вывел уравнение связывающее в единое электрические и магнитные характеристики поля в 1873 году в 1880 году Пьер Кюри открывает пьезоэлектричество в том же году Лачинов показал условия передачи электроэнергии на большие расстояния Герц экспериментально регистрирует электромагнитные волны в 1888 году в 1897 году Джозеф Томпсон открывает материальный носитель электричества электрон место которого в структуре атома указал вследствие Эрнест Резерфорд в 20 веке были созданы теории квантовой электродинамики в 1967 году был сделан очередной шаг на пути изучения электричества Вайнберг, Сава и Глэшо создали объединенную теорию электрослабых взаимодействий Ну и в конце нашего урока прошу для закрепления ответить на следующие три вопроса На этом урок у нас закончен До свидания